Естественно, у них будет там все на следующий день болеть. Да, у тренера золотое правило, что отдых еще никому не мешал, если ты звонишь и говоришь, шеф, слушайте, ну сегодня вот вообще не то, no problem. Когда ты делаешь любое ускорение, даже там в разминке в кроссовках, ты будешь всегда на это уже обращать внимание. То есть ты не будешь это делать вот, ну вот встал и побежал. На самых простых и неинтенсивных упражнениях мы можем как раз-таки поработать над многими аспектами техническими. Это самое элементарное упражнение, которое можно перенести потом в бег просто. Вот и все. Делать СБУ, качайте стоп. Недавно с Артемом рассуждали на тему, почему все бегают марафон, почему никому не хочется побегать спринт. Это же очень интересно, красиво. Друзья, всем привет, это RunFuck подкаст, первый выпуск в новом сезоне. У нас сегодня просто потрясающие гости. Кристина, у нас просто потрясающий доминатор в спринте. Кристина Макаренко, сколько у тебя побед подряд? Никогда не считала, даже не знаю. Знаю, что больше 12 побед чемпионатов России точно. А сколько, не скажу. Уже сбилась со счета, сколько раз она победила всех своих соперниц. В общем, самая быстрая девушка России на коротких дистанциях. И Артем Макаренко, многоборец, который ушел, эмигрировал в барьеры и теперь занимается исключительно барьерным бегом. Я так понимаю, что с многоборьем ты завязал уже совсем. Ну, думаю, да. То есть будет только барьерный спринт. Чемпионы России, призеры чемпионатов России и всех различных замечательных турниров. Я вот видел вас на русской зиме, видел на Вегетеринбурге, на рождественских стартах. В общем, везде, везде обязательно. Как минимум пьедестал. Вот. Или золото. Видите? Ну, только не зажиматься. Только не зажиматься. Бежать свободно. Как ты бежала? Раскручивалась не очень хорошо, но финиш это ее финиш. Никольской. И потом он восстановился. И вот в Челябинске был второй на 13-м этапе королевы российского спорта. И уже 13.61. А на соцсети, ребят, тоже можно будет подписаться. У Кристины очень интересный телеграм-канал. Мы все ссылки укажем в описании обязательно. Тоже, чтобы вы знали, куда приходить за них болеть. Где их поддерживать. В общем, писали ободряющие комментарии и всячески поддерживали. Им это очень приятно. Ребят, давайте вот начнем сразу, да, с планов на этот сезон. Вот что у вас еще в этом сезоне в 2023 году будет такого интересного? Старт, который вы ждете с явным нетерпением, с каким-то, может быть, даже переживанием. То есть вот что там, не знаю, побегать на новом стадионе в Екатеринбурге, вот где сейчас? После вчерашних событий, да, походу. После вчерашних результатов, точнее. На чемпионате, ой, на чемпионате, на первенстве России до 23 лет. Говорят, что там очень здоровский стадион, очень быстрая дорожка, атмосфера, все очень круто. Поэтому мы сейчас очень хотим там пробежать, конечно же. Как минимум, какие-то новые эмоции от нового стадиона получить. Но это пока в планах, а вот именно из запланированных историй, которые вы точно, где вас точно можно будет увидеть в этом сезоне? Ну, я буду выступать почти на всех стартах, которые сейчас будут. Моя серия начнется с 8 июля. В Брянске я побегу. И затем уже 17 или 14, не скажу, на Кубке России. 22-го. Затем у нас будет чемпионат России и уже Спартакеада. У меня примерно такой же график, только начиная с 8-го не в Брянске, а в Челябинске. Потому что там барьеров не будет, а не будет в Челябинске. Мы наконец-то разъедемся по разным городам. Все время на всех стартах практически вместе. А вот в этом году еще произошло такое невиданное событие для нашей легкой атлетики. Впервые был организован, ну, скажем так, выставочный старт. Вот на улице Никольской построили специальный помост. Привезли ребят из Белоруссии. Привезли Рамиля Гулиева, чемпиона мира на 200 метров. Как вам вообще впечатления от этого выставочного забега? Понравилось ли вам? Что особенно понравилось? Артему, к сожалению, да, пришлось наблюдать за этим со стороны. Но тем не менее, какие были впечатления, какие ощущения вообще? При том, что это вроде бы не такой, скажем так, не номинальный старт побега для зрителей. Ну, если говорить прям честно, то старт был очень классный. Это были такие необычные эмоции, которые мы обычно не получаем на обычных стартах, да, на стадионах. То есть, как минимум, это совершенно другая обстановка, это совершенно другой опыт. И ты выходишь на эти соревнования, и у тебя в голове нет такого плана, что ты должен сейчас показать какой-то высокий результат, да, что вот ты должен. Ты выходишь и просто наслаждаешься тем, что ты находишься здесь сейчас, что у тебя есть возможность пробежать там на Никольской в центре Москвы. Это очень здорово. И мне, честно, очень понравился этот старт. Прям один, наверное, из самых лучших стартов, у которых я выступала. А что тебе там особенно понравилось? Да просто атмосфера. То есть, я настолько уже отвыкла от того, что можно бегать на каких-то других площадках, да, стадионах, нежели там Знаменские, не знаю, где там Чебоксары и всё остальное. То есть, это просто совершенно другие эмоции. И, ну, ты чувствуешь себя по-другому. То есть, не принимаешь, что ты должен, а ты наслаждаешься просто тем, что ты делаешь. Артём, и тебе как атмосфера? Не до конца я успел её прочувствовать, это точно. Но я очень кайфанул. Кайфанул от разминки, кайфанул в целом даже от забега, находясь там. Может быть, не всё удобно в таком формате соревнований для спортсменов. В плане вот тайминга всех, разминок, потому что мы разминались, и потом сколько у нас получалось, час-двадцать, мы просто сидим, ждём. Но опять же, результат там далеко не главное на таких соревнованиях, потому что новый помост, ты в целом не понимаешь. Главное просто там пробежать, кайфануть и зарубиться за победу. Зарубиться за победу у меня, к сожалению, не получилось. Но от атмосферы я очень насладился, это было реально круто. Я ещё потом вышел после своего забега, уже досматривал все финалы с зоны, так сказать, вместе со всеми зрителями, это было классно. Всё близко, всё очень хорошо видно. Это было что-то новое, это было круто. От серьёзной подготовки не отвлекают такие штуки, на ваш взгляд? Блин, я изначально рассчитывал начать там сезон, не хотел бежать в Сочи на командном, думал там. Да нет, у нас не так много выбора стартов, поэтому, в принципе, все старты, которые есть, мы на них на всех выступаем. Если были бы ещё, я думаю, выступали бы ещё больше. Вот я сейчас немножко так назад предлагаю вернуться, да, вот как вообще у вас происходил момент выбора специализации? У меня вообще не было такого выбора, так скажем. У меня почему-то вот, когда я пришла в спорт, изначально уже было то, что я буду бегать что-то короткое и быстрое, то есть мне было это всегда интересно. На тренировках мы всегда любили именно что-то такое, побегать поменьше, там 30-60 метров, но вот что-то больше, там 200, для меня это сразу уже всё, как бы тяжело, я не хочу это делать. Как бы сразу всё понятно, плюс в детстве всё-таки видно по ребёнку, к чему у него больше предрасположенность, то есть какое у него строение тела, как он вообще двигается, да, как у него там стопа работает и всё остальное, то есть это сразу видно, и, ну, по мне явно было видно, что я буду бегать всё-таки больше спринт, чем что-то длинное. Я знаю, что ты думала над тем, чтобы побегать 400 метров. Я не думала, просто я хотела начать сезон один раз с 400 метров, просто, так скажем, разбавить свою подготовку, да, чтобы какие-то другие эмоции, не знаю, попробовать и понять, что, например, 200 метров – это вообще не так уж и тяжело, если сравнивать с 400-ми. Но у меня просто не получилось на тот момент, там были проблемы, и как бы всё, на этом закончилось моё желание. Артём, у тебя всё-таки многоборье сначала было. Да, всё началось ещё с четырёхборья, если знаешь такие соревнования среди детей. Мы всегда ездили со школой на все вот эти шиповки юных, которые проводят весной и осенью, и всё, и так постепенно. У нас там ещё старшие ребята в городе уже на тот момент занимались именно настоящим многоборьем. И всё, я как-то так лет, наверное, во сколько, 14-15, понял, что, блин, прикольно, много видов, классные тренировки, разнообразные, точно туда. И всё, и так вот начал двигаться в этом направлении. Ну вот ты же достаточно... Ты один из ведущих спринтеров России в барьерах, да? И как бы обычно многие думают, что многоборье — это те, у кого там что-то не получается в одном из видов. И которые за счёт вот этого среднего набора очков могут как-то... Ну я не сразу пришёл уже к тому, что у меня начало получаться спринт и барьера. Я там в юношах бегал достаточно небыстро, то есть на каком-то среднем уровне. И только вот ближе к молодёжному. Я с 14 секунд выбежал первый раз в молодёжном, только в возрасте. И тогда я такой, блин, вроде неплох. Потом там ещё быстрее пробежал, ну и вот так. То есть у меня предпосылок к тому, чтобы там начать в молодом возрасте бегать спринт, не было от слова совсем. Поэтому как-то вот так постепенно-постепенно я пришёл. Вот понятно, что среди любителей, да, в основном все предпочитают длинные дистанции. Для всех всё, что меньше там 5 километров, это какая-то несерьёзная история. А вот вы какую самую длинную дистанцию вообще бегали в своей жизни? Есть ли вообще там кроссы в вашей подготовке? Кроссы, конечно, присутствуют. Вы на начальном этапе подготовки, но очень редко и в очень небольших объёмах. Там очень такие медленные секунды, я даже не скажу, сколько там больше километров. Не, ну а по расстоянию какие-то? Ну километр 4-5 это максимум. Всё. Смешные, да. Больше всего. Смешные расстояния. Да. Для человека, который 90% времени занимается какими-то взрывными скоростными упражнениями, пробежать там медленно 5 километров, это прям надо постараться. В реальности живо. А что в этот момент происходит? То есть тебе всё время хочется врубить ускорение или что? Да нет, ну просто ты не адаптирован под такой тип работы, и всё, организм не привык к мышцам, и не адаптирован. Монотонная длительная работа, как бы, и всё. Вот, ну, опять же, я вот по поводу истории из мира спринта, я помню, как я был шокирован там воспоминанием Усейна Болта, да, книги Я Болт, он пишет там, я там бегу 100 метров, там первые 10 метров я там думаю об этом, там вторые 10 метров об этом, там посмотрел на этого, посмотрел на того, смотрю тот что-то. Мне интересно, когда он успевает за эти 9 секунд, мне кажется, это вряд ли так есть. Вот вы успеваете о чём-то подумать вот за то время, пока вы бежите отрезок, или уже все мысли уже после финиша? Ты думаешь, да, ты думаешь до, мне кажется, и думаешь после. Я, нет, я очень много думаю. Прямо бежишь, и вот 7, у тебя же там 7 секунд. Ну, я понимаю, когда я бегу, я могу понять, бегу я быстро или нет. Или, например, если я сделал плохой старт, я уже понимаю, что я сделал плохой старт, думаю, блин, я сделал плохой старт. Чёрт, что мне сейчас надо делать? То есть у меня очень много мыслей, когда я бегу. В прошлом году, когда я бежала на Спартакеаде последним стартом на 80 метрах, я думала о том, что я могу ещё ускориться, а у меня не получалось. И я про себя думаю, блин, почему я не могу ускориться? Я же могу, но почему у меня не получается? То есть я думаю очень много. Опять же, вот когда бежишь какие-то, ну, даже там средние дистанции, да, есть время на какие-то тактические истории. Вот есть ли такая штука в спринте, или ты вот как условно вышел из колодок, и вот насколько там хорошо ты вышел, как бы насколько хорошо у тебя там первые несколько секунд твои прошли, и так ты добежишь. Или можно какие-то всё-таки, не знаю, понять, ускориться, замедлиться, там, я не знаю, там как-то технически что-то поправить? Ну, это я думаю, всё относительно есть у каждого спортсмена. Некая такая раскладка бега, даже на 100 метров она есть. Даже на 60. Даже на 60, да, потому что всё равно у тебя же бег, он идёт как бы в фаза разгона, фаза выхода там на максимальную скорость. И этого всего, конечно, незаметно, так как ты можешь заметить, там, когда люди бегут в 800, там и более. Но это есть. Оно просто более всё короткое. Да. Можете ли вы в нескольких словах сказать, в чём главный кайф спринта лично для вас? Мне кажется, что вот куча людей не может вот там осознать ценность, вот там, я не знаю, десятых или даже сотых долей секунды, да, которые в вашем случае могут, ну, определить результат, раскладку на пьедестале, там. Когда ты находишься на достаточно высоком уровне, чтобы тебе там эти сотые, десятые убрать, нужно проделать такую колоссальную работу, да, и иногда даже, ну, копаться очень глубоко, чтобы просто прогрессировать хотя бы чуть-чуть. И когда ты, конечно же, это сделаешь, ты поймёшь, что ты там проделал правильную работу, что ты всё сделал правильно, у тебя сложился технически хороший бег, да, что он красивый, он быстрый, и, ну, ты же понимаешь, что ты это делаешь, да, вот, грубо говоря, ты работаешь над этим, и каждая вот эта сотая секундочка, она вот благодаря твоей правильно проделанной работе. Просто для меня, когда люди бегут, например, длинные дистанции, они, наверное, больше кайфуют от того, что они просто, да, добежали там тот же марафон. Возможно, нет результата же самого, а у нас всё-таки немножко по-другому. Ты кайфуешь больше от полученного результата, чем нежели ты просто выйдешь на старт. Потому что если ты пробежишь медленно и выиграешь, например, для меня это не принесёт вообще никакого удовлетворения, то есть я буду больше там расстроена, да, чем, не знаю, буду радоваться победе. То есть для меня важен всегда результат и проделанная работа, и какая-то техническая составляющая, чтобы это было красиво, смотрибельно, и все говорили, блин, как это красиво и быстро. Ощущение максимальной скорости, да, реализации вот этого всего. Ну да. У многих, мне кажется, на марафоне реально есть же, ну, особенно у любителей, у них просто как бы рубеж пробежать. Добежать. В спринтите ты априори, наверное, ну раньше даже разряд давали за это. Ну вот, да, в спринтите ты априори не можешь себе поставить такой рубеж, потому что, ну, это как, ну, 100 метров ты в любом случае добежишь. Это, наверное, глупо. Тут уже вопрос именно скоростей, ну, для кого-то можешь разрядать, на ощущение вот этой максимальной скорости. Это совершенно другой как бы формат работы, специфика совершенно иная. Кого-то она тоже как бы воодушевляет вперед, так сказать. Это разные ощущения. Ну вот у любителей, да, одна из самых главных тем, которую люди любят обсуждать там где-то в чатах, там, прочее. Это вопрос мотивации, особенно когда, ну, бег превращается, начинает занимать все больше времени, да. Вот что лично, что вас лично заводит? Результаты соперников, там, стремление раздвинуть там какие-то собственные границы, не знаю, там, внутрисемейный, может, вообще соперничество там какое-то, вот. Блин, меня всегда, наверное, цепляют именно результат. Ну, то есть по этапу, если так разобраться, карьеры сначала там в молодом возрасте стремишься, смотришь на таблицу разрядов, потом она заканчивается, какой-то момент, ты выполняешь, это такой, блин, ну, теперь там, следующий квест, это звание, чемпион России, это тоже вроде есть, следующий квест, результат. Ну, сейчас, наверное, это служит некие нормативы, на некий международный старт, ну, это так просто, условность некая, но она тоже, как бы, выполняет свою роль мотивации. Результат, да, только результат. Сейчас, в принципе, с мотивацией достаточно тяжело, но каждый год, когда ты ещё видишь, например, как было у меня в прошлом году, я из-за травмы не выступала, 40 дней я там лечилась, я не бегала вообще, и когда ты смотришь соревнования и не можешь на них выступать, то есть ещё ты думаешь, блин, ну как так, я же вот хочу бежать, и у тебя вот появляется вот это чувство, что всё-таки ты там ещё не добегал, что тебе хочется ещё показывать высокий результат, и ты знаешь, что ты можешь это делать. Плюс, конечно же, мотивацией служат люди вокруг, у меня достаточно много, так скажем, окружения, да, которые всегда меня поддерживают, особенно там различные подписчики, там в Телеграме особенно, очень многие пишут всегда, поддерживают, это тоже служит какой-то мотивацией, потому что ты думаешь, что, ну, для кого-то ты всё-таки пример, и кому-то ты можешь чем-то помочь, да, дать какой-то, возможно, правильный совет, или просто чем-то подбодрить, и люди на тебя смотрят, и в какой-то степени восхищаются тобой. Вы, кстати, за забегами друг друга смотрите, или, там, я не знаю, там, отвернувшись, закрыв глаза, как, там, не знаю, как футбольный фанат, во время пинетра. Смотрите? Смотрим, конечно. Ну, я смотрю, да. Артём всегда передо мной бежит. Мне в этом плане тяжелее, чем ему. Он обычно отбежит, а потом уже смотрит, а мне приходится смотреть перед бегом. Вот. Ну, и записываешь на айфон? Ну, когда есть возможность, конечно, я снимаю его, но обычно такой возможности не предоставляется, потому что я нахожусь обычно в зоне разминки, когда он бежит. То есть, там, через, грубо говоря, 10 минут нужно бежать мне, поэтому я там либо на экран смотрю, либо трансляцию, либо просто слушаю, и всё. Дополнительный забег пробегает. Да. Эмоционально. А вот как вы друг друга поддерживаете? Вот собственные старты вообще с друг другом обсуждаете, да? Там, не знаю, спрашиваете совета, вот, может быть, или... И были ли вообще такие случаи в карьере, да? Когда вот там, не знаю, там, совет Тёмы помог тебе, или, например, тебе Кристина что-то подсказала, да? Да, слушай, мы тренируемся в целом месте, можно сказать. 99%. Причем сейчас, в последние годы мы тренируемся без тренера, именно реально вдвоём. Поэтому мы всегда на такой связи между собой, что на тренировках, что на соревнованиях, что после обсуждения результатов и прочего. Да. так что прошло. Ну вот прям, был ли вот всё-таки такой случай, когда вот прям что-то помогло, какая-то подсказка вот друг другу, вот прям... Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это так не работает. Ну да. Как в такое, как сказать, на таком уровне результатов вряд ли ты найдёшь такую подсказку, которую тебе вот так сказали, и ты думал, нормально, пять соточек. То есть просто что-то подсказывать друг другу, помогать. Артём, наверное, мне помог в первые наши годы знакомства, когда мы только познакомились, больше такой с эмоциональной стороны, с психологическим там подходом к соревнованиям. Что он более спокойный? Нет, к тому, что я должна больше, наверное, верить в себя и немножко так, скажем, настраивать на то, что я готова сейчас выйти и пробежать, да, показать хороший результат. То есть у меня раньше были такие постоянно сомнения, вот, а как, а что. Вот в этом плане мне, наверное, Артём помог. На тренировках Артём всегда мне, конечно, подсказывает много всего, но я такой человек, который воспринимает всегда всё в штыки очень сильно, то есть у меня такой характер очень сложный, вот, и бывает, что я на него попсихую, позлюсь, но потом подумаю, проанализирую, конечно, очень 99% того, что он мне говорит, я всегда к нему прислушиваюсь и стараюсь там что-то исправить. А сколько вашего вклада в тренировочном процессе, то есть когда вот там составляется тренировочный план, обсуждается какая-то подводка к каким-то соревнованиям, вот насколько вы участвуете в этом процессе, обсуждаете это с вашими тренерами или просто выполняете то, что даст тренер? полностью, 50 на 50 с ним в разговоре обсуждаем, во-первых, план соревнований, план действий, какие у нас есть пожелания там на начальном этапе подготовки, как чтобы пробовать. Ну вот тренера тренируемся, и поэтому наверное 50% времени мы в принципе с Артемом тренируемся вдвоем, без тренера, мы реже стали ездить на сборы, готовимся, ну в большинстве случаев в Москве сейчас, никуда не выезжаем, вот, тренер там уезжает на какие-то сборы с другими ребятами, поэтому стараемся сами тоже. Если вы отменяете тренировку, то по каким причинам чаще всего, и как вы это обсуждаете с тренером, то есть насколько это сложный процесс, отмена тренировки? Вообще не сложно. У нас такой тренер, который бывший спортсмен сам, наверное, Артем лучше расскажет, как да, у тренера золотое правило, что отдых еще никому не мешал, если ты звонишь и говоришь шеф, слушайте, но сегодня вот вообще не то, no problem, когда будешь готов на таком высоком уровне. Конечно. На самом деле это важнее, ну, смысла нету тренировки, если ты там к ней не готов, ты приболел или у тебя что-то заболело, там много-много факторов, а то, что ты перенесешь, ничего не поменяется, а если ты там сделаешь ее вопреки чему-то, хуже будет гораздо, поэтому такой подход гораздо лучше. Тогда вот немножко про секреты, тренировочной подготовки, вот как строится ваш тренировочный план, потому что, если говорить о бегах на выносливость, допустим, да, которые там, я знаю, чуть лучше, чем спринт, то есть пики формы обычно, это весна, осень, когда там марафоны, полумарафоны все бегут, лето, это вот такое межсезонье, когда побегать как раз дистанции какие-то покороче может быть можно. Вот как у вас строится вот эта вот история, то есть вы вот эти вот пики, сезон, то есть вот что, лето важнее, зима важнее или как-то там поквартально это все? Два сезона в год. Два макроцикла, так скажем, больших, зима, лето. И к ним строятся, ну, они не одинаковые, потому что все-таки переходя после зимы к лету, часть зимней, все вот этой общей подготовки, она все равно сохраняется, и ты уже там тренируешься весной, быстрее, наверное, переходишь к каким-то специальным более, да, специальным скоростным работам, нежели там это была осень. Поэтому, ну, да, два таких пика, возможно, лето также может вот как сейчас разделиться тоже на два, потому что есть начало сезона, пачка таких стартов, и конец сезона, август тоже там несколько стартов, то есть в зависимости от этого, то есть тренировки меняются. Кстати, где вам больше нравится бегать, в маниже или на открытом стадионе? Мне без разницы. Мне тоже все равно. Ну, летом как-то, наверное, все-таки круче. Летом круче, когда все условия, когда у тебя все складывается. Но для меня, например, когда дует ветер в лицо, это все сразу, то я выхожу, если я вижу, что ветер в лицо, для меня это сразу все. Я вот такая, я вся поникшая, потому что я понимаю, что не могу бежать против ветра быстро, все достаточно маленькое, вешу немного, то есть для меня это очень тяжело. И поэтому у меня был сезон, когда все старты были против ветра. я такая, я думаю, да емае, ну почему, почему так? Вот. А так в целом все равно. Можете рассказать примерно, какую часть ваших тренировок занимает небеговые работы и что это в первую очередь? То есть это силовые тренировки на взрывную мощность, да, или технические тренировки? Ну я думаю, наверное, если взять в процентах, половина, наверное. То есть есть часть там специальных скоростных тренировок и такая же часть уделяется на, назовем это, ЛФП, силовая подготовка штангой. В разные периоды будет разная процедура. Да, просто варьируется в зависимости от подготовительного и специального периода. Это зависит от близости соревнований или это зависит от времени года? Потому что там от соревнований. Ну непосредственно, да, соревнования играют такую ключевую роль, поэтому, готовясь к ним, ты уже временные все вот эти циклы свои выстраиваешь. Мне кажется, что в случае со спринтом, да, вот история про технику, да, решает практически все, да, то есть что если там человек, который бежит в марафон, люди, которые бегут в марафон могут бежать абсолютно по-разному там, то не, ну в спринке понятно, потому что тоже все бегут по-разному, все индивидуальны, тем не менее, на коротких дистанциях техника решает все, правда ли это? Да, слово техника, я думаю, оно очень такое своеобразное понятие, она абсолютно индивидуальна у всех, поэтому это, что на марафоне мы видим кучу кривых, косых эфиопов, которые просто шпарят и все, и вообще, и кто-то скажет, что как он ужасно бежит, но он бежит всех в играх, что на спринте таких ребят куча, и как бы смотря визуально тебе может казаться, что что-то не так с его техникой, но там копнув поглубже, ты подумаешь, что ну вот это его особенность, она никак не вредит быстрому бегу. Просто бывают такие, наверное, распространенные ошибки в спринте, когда люди, не знаю, не уделяют внимания рукам, грубо говоря, для меня, или толкаются сзади, то есть это, да, такие прям ошибки, которые, наверное, будут влиять на твой результат, но в целом, если сейчас даже взять весь, вообще, да, вот людей со спринта со всего мира, то можно заметить, что у всех совершенно разная техника бега, что все совершенно разно бегут со старта, то есть ты можешь выбегать, кажется, по картинке, очень красиво, все правильно, но ты не сможешь там набрать максимальную скорость, да, например, после тебе будет тяжело там или неудобно, так скажем. Вот, поэтому самое главное, наверное, правило в спринте, это найти свое, да, чтобы тренер понимал, над какими местами вы можете поработать, чтобы, ну, прогрессировать. То есть это не обязательно будет, что вот ты там должен, не знаю, люди любят говорить, ноги высоко поднимать. Ну, выносить бедро. Ну, как бы, у всех же тоже разные, кто-то бежит за счет чистоты, да, кто-то чисто силовым бегом, кто-то умеет это совмещать, то есть тут такая, нужно, в общем, найти свое и просто работать над этим. А вы вообще вот видео разбираете своего бега, то есть с точки зрения техники, именно смотрите, с тренером. Конечно. Да, какие-то вещи, да. Я всегда смотрю. Артем любит ночью посмотреть, полежать что-нибудь, когда уснуть не может. Вот. Ну, наверное, Артем больше этому внимания уделяет, там, разбору всего, чего можно. Я, конечно, тоже стараюсь всегда разбирать свою, там, технику бега, стараюсь на тренировках постоянно все снимать, тоже разбирать, вот, и какие-то делать выводы, ну, чтобы понимать просто, над чем работать. Потому что иногда, когда тебе говорят, ты должен сделать так, ты не воспринимаешь это на слух, тебе нужно сначала посмотреть, да, проанализировать, и только потом ты там сможешь что-то исправить. А вот какая история, именно касающаяся каких-то технических элементов, далась тебе сложнее всего? У меня, наверное, самая такая проблема, это, наверное, все-таки старт, когда он у меня не всегда получается, то есть может получиться хорошо, может плохо, может среднее, могу вообще споткнуться на старте, как у меня было в прошлом году, блин, упасть, побежать, ну, то есть такое вот, я еще не пришла, наверное, к идеалу своего старта, чтобы вот на таком автомате, да, выходить на соревнования и делать всегда хороший старт, то есть у меня вот этого нет еще. А у тебя, Тём, какая история была проблемной? Ну, пока я не могу ее назвать проблемной, вот первый, наверное, год, когда мы работаем над конкретной вещью, которая, как бы, мы с тренером пришли к одному выводу, что нужно работать над ней, и пока вот только прошел, грубо говоря, один старт, и мы не можем понять, в правильном ли мы направлении двигались или нет, то, что элементарно я не могу это оценить, то, что я не бегаю. Вроде на тренировках пока все окей, но на соревнованиях как бы идеально я не могу пока точно ответить. Возможно, после этого сезона я смогу сказать точно, что вот, блин, мы нашли это, и это мне помогло. А пока спорно, все спорно. То есть методом проб и ошибок все-таки тоже происходит? Ну, нет, ну, у меня в целом просто довольно так все рвано последние 2-3 года шло, потому что я метался вот барьеры, барьеры, многоборья, ковид там, сезон пропущен был там, и много времени было потеряно, которое могло быть очень эффективно, как я считаю, использовано. Поэтому не то, что методом проб и ошибок, просто сначала пробовали концентрироваться на одном, в какой-то момент это работает, в другой момент тебе нужно переходить на другие вещи, потому что, ну, это всегда так, работай над одним, над одним всегда это не будет давать определенный, как бы сказать, прогресс. Нужно всегда менять векторы своих, там, усилий или направлений в тренировках. А вот если говорить о силовых упражнениях, да, то есть вы работаете исключительно с весами или с собственным весом? И как вообще по эффекту для вас эти тренировки различаются? С весами, конечно. Всегда. Ну, нет, но ФП и без веса есть. Нет, если прям касательно силовых упражнений. Именно, вы имеете в виду зал, именно прям, штанга, вот этих упражнений. Да. Ну, то есть в основном это все-таки с весами вы работаете. Ну, в основном, да. В большинстве случаев. А вот по эффекту, как для вас отличаются тренировки, которые с собственным весом и которые вот с утяжелителем? То есть утяжелить ли это взрывная скорость? Сложно сказать по эффекту, потому что в каждом сезоне ты это все комбинируешь. Нет такого, как сказать, ну, по крайней мере, у нас не было такого, что мы вот сезон вообще не используем штангу, а потом используем, и мы можем это сравнить. В принципе, во всей своей подготовке, начиная там, не знаю, с юниорского, да, ну, такой более профессиональной спорте, мы всегда использовали силовую работу. И поэтому я не могу сказать, как без, как с ней. Ну, играясь, так сказать, интенсивностью ее, сейчас вот пришли, наверное, к выводу, что нет смысла супер большие объемы ее делать. Именно силовой работы можно меньшим объемом достичь того же эффекта. То есть сейчас, если по сравнению там с прошлыми годами, наверное, по крайней мере, у меня силовая подготовка чуть сходит в сторону приоритета именно концентрации внимания на исполнении, не количества, а исполнении конкретных упражнений в зале. То есть правильность, правильность выполнения? Техника и именно скорость в приоритете, ежели просто прийти, сделать объем, там набрать количество и уйти. Ты имеешь в виду скорость, это вот именно интенсивность, там... Скорость выполнения непосредственно самого упражнения. Ты делаешь рывок, и ты контролируешь то, чтобы сохранять достаточно высокую скорость. А у тебя, Гристина, как со временем меняются вот эти вот... У меня... Я не скажу, что я прям всю свою там карьеру, наверное, с юниорского возраста очень, так скажем, увлекалась штангой. В принципе, такую хорошую штангу начала только делать, когда мы стали с Артемом вместе тренироваться, когда у меня произошла смена тренера. Сейчас, на данном этапе, мне вообще тяжело оценить мою подготовку со штангой, потому что, опять же, в прошлом году у меня была травма, я достаточно много не делала. В этом году у меня тоже, так скажем, есть травма, которая что-то мне не дает делать, да, какие-то объемы. Но если говорить глобально, то, наверное, с тем, что сказал Артем, я, наверное, тоже полностью соглашусь. Потому что, опять же, на личном опыте как раз-таки двух вот этих лет я поняла, что не обязательно делать достаточно большой такой объем, как мы раньше делали, потому что, делая в два раза меньше, я сделала абсолютно те же веса и даже больше. А как в случае с весом, например, не передавить? То есть, вот может показаться, что вес рабочий, а хоп, и на следующий день мышцы все забиты. Вот как это происходит? Каким образом? То есть, вот как вы выбирали себя там оптимальный? Ну, слушай, у нас уже опыт достаточно, сколько мы там с 2014-го, я в профессиональном спорте, ну, можно так назвать, но опыт и все, что ты там столько раз это все делаешь и просто со временем ты приходишь к какой-то золотой середине, который ты вот методом проб и ошибок находишь и понимаешь, что тебе стоит делать, в каком объеме, в каком количестве, чтобы там завтра чувствовать себя вот так, а может быть, наоборот, вот так. То есть, если тебе завтра нужно быть свежим и готовым, то выполнять какую-то специальную скоростную тренировку, ты делаешь это, а может ты наоборот можешь позволить, да, себе подгрузиться, чтобы там отсрочить это и сделать там через три дня эту работу, то есть все зависит от тренировочного процесса. Просто в штанге, наверное, еще важно, как вот вы сказали, да, там что-то болит у тебя, обращать внимание на какие-то технические аспекты, да, потому что иногда видишь, как там некоторые штангу там вот так вот делают. Естественно, у них будет там все на следующий день болеть и все остальное, вот, поэтому тут нужно и техническую составляющую смотреть, и что у тебя завтра, какие там тебе бега бегать, если ты, конечно, на следующий день спринт бежать и делать перед этим какую-то серьезную штангу, то это провальное дело. Поэтому нужно еще уметь правильно совмещать силовые, беговые, там, какие-то технические, все остальное. Если говорить про какие-то специальные беговые упражнения, да, вот то, что касается технических вещей, то какие упражнения в основном составляют вашу программу, да, и что в основном, над чем в основном вы работаете, да, то есть какие-то мышцы, суставы, стопа, бедро, что вот. Сейчас мы в таком возрасте, когда у нас каждый год какие-то травмы, и ты очень много времени уделяешь просто им, да, то есть... То есть проработки именно тех мышц, которые... Ну, конечно, да, то есть ты там можешь, там, например, со своим ахилловым сухожилием буду там на протяжении всего сезона вот делать какую-то специальную работу для него, закачивать его, да, и потом мне нужно будет это делать. Опять же, ну, это такие мои моменты, если говорить прям глобальные, в плане техническое для спринта, то много времени мы уделяем, наверное, скажем, не времени, а внимания на выполнение специально беговых упражнений, ну, это, то есть, наверное, их порядка скольки, ну, штук семь, наверное, да, восемь таких упражнений, плюс, когда ты уже на таком уровне, технический аспект, когда ты делаешь любое ускорение, даже там в разминке в кроссовках, ты будешь всегда на это уже обращать внимание, то есть ты не будешь это делать вот, ну, вот встал и побежал, ты уже на разминке начинаешь выполнять упражнения правильно, чтобы, ну, подводиться постепенно, например, к основной работе, то есть ко всему, так скажем, подходить с головой. То есть уже на этапе, на этапе, так скажем, разогрева уже стараешься следить за своей техникой. Да, также Артём в барьерах, когда он делает разминку, да, обращает внимание, как нужно там при ходьбе, да. На самых простых и неинтенсивных упражнениях мы можем как раз-таки поработать над многими аспектами техническими, да, это СБУ, это различные разминочные упражнения, и как раз пока ты там не бегаешь на полную скорость, да, ускорение, ты можешь именно, я к чему это говорю, потому что это важно, именно качественно это выполнять, даже вот эти, многие же как СБУ, ну, я разминаюсь, а на самом деле там таится как раз многие вот эти все технические моменты, поэтому и часто у нас СБУ это как такая специальная часть тренировки, которую мы делаем там по 3-4 серии, по несколько серий, да, именно по большому количеству с акцентом на какие-то вещи. И на техническую сторону выполнения, потому что мне кажется, что многие как раз грешат тем, что не делают специальные упражнения правильно, да, то есть технически. Это самое элементарное упражнение, которое можно перенести потом в бег просто. Вот и все. Можно ли назвать стопу главным рабочим органом бегунами? Фундамент, который все проходит. Особенно на детях иногда очень хорошо видно, какая вот у него, как он работает там, спринтер он или не спринтер, видно сразу. Если спринтер, то у него... Ну, все равно будет хорошо работать он, ну, как я... Жесткость и упругость очень видно. Да. Даже в маленьком, мне кажется, возрасте. То есть именно как работает стопа, да? Не как она работает, насколько она именно готова воспринимать эту нагрузку. Ну, ты, наверное, видел, когда люди бегут, они элементарно просто проваливаются, у них не держат. Ну, понятно, что это там дело не только в стопе, но первое, что у нас встречает с земля, это стопа, когда люди не могут нормально бежать. Как правило, проблемы именно там кроются. большинство. Ну, плюс, да, там все же взаимосвязано в организме, будет со стопой проблемы, пойдет куда-нибудь выше и все это может привести тоже к очень хорошим. То есть это можно рекомендовать не только спринтерам, но в том числе и бегомным удостоверям. Я думаю вообще в принципе любому человеку. Не обязательно спортсмена, я думаю. Я вот тебе забыл качать стоп. Вот я вот, мы уже говорили про классный совершенно телеграм-канал, который у тебя есть, и я вот там видел упражнение на мелкую моторику. Стопы? Да, как раз стопы, попробовал пару элементов, ну, конечно, очень непросто. Вот вопрос контроля за собой, да, вот сколько вы следите за вот именно правильностью исполнения упражнений, насколько вы там боретесь вот с тем же там, я не знаю, когда нужно прижимать большой палец и отрывать остальные пальцы стопы. Артем, кстати, не получается это делать. У меня тоже не получилось, с большим пальцем еще получилось. Надо много работать. У меня просто достаточно хорошая стопа взрывная и опять же там, опять же, с подъемом до верхнего пальца, ой, первого пальца до большого стопы это все идет упражнением для ахилового сухожилия, которое вот так вот у нас, так скажем, идет по всей стопе и поднимается вверх. То есть мне это нужно просто как ЛФК для моего, опять же, ахила, то есть я делаю эти все упражнения для того, чтобы побороть свою травму, так скажем. и сейчас, кстати, я заметила, я вот уже делаю на протяжении месяца, мне гораздо легче делать это все, гораздо легче, чем когда я начинала. Вот, но это такая, это очень монотонная работа, я прям стою дома сейчас каждый, каждый день, там не каждое утро и начинаю по три-четыре серии все эти упражнения делать. Когда не получается, раздражает? У меня, да. Я редко делаю, но да. У меня получается, поэтому я не могу этого сказать. Все специфичные упражнения мы стараемся убирать ближе, то есть все самое базовое у нас остается, а все уже специфичное, что мы делали там еще в подготовительный период, вот после подготовительного немножко времени соревновательное, это все, как правило, убирается, чтобы лишний раз не навредить именно основной твоей цели и основным твоим задачам, которые выполняются уже непосредственно на беговых специальных тренировках. Ну, то есть, получается, что беговые работы вытесняют как бы все. Да-да-да, конечно. Мы же бегаем все-таки, а не штангу поднимаем. Поэтому, просто когда ты еще набегаешься спринта, да, уже в такой специальный период, ты будешь отходить там два-три дня точно, то есть, пока ты восстановишься, пока туда-сюда, потом вроде тебе опять снова нужно делать беговую работу, да, через какое-то время, поэтому стараешься всегда, ну, рационально выбирать тренировки, да, что ты будешь на ней делать. А вот, если у вас прыжковые тренировки, делаете ли вы их вообще? И какие упражнения вы в основном делаете? Это, не знаю, там прыжки с места или прыжки на платформу? И что вообще вот вам дают прыжковые работы? Я второй год уже не делаю прыжковые работы. из-за своих проблем, опять же, да. Вообще делаем много, да, особенно, то есть, подготовительный период это больше какие-то низкоинтенсивные многоскоки, как правило, по чему-то более смягченному, там, либо мягкой траве, либо по полю, либо в горку, да. Ближе к соревнованиям это какие-то тестовые тренировки в виде там с места, тройной прыжок с места, прыжки через барьеры на двух ногах и также стараемся после каждой силовой заканчивать ее серией там плеометрических упражнений спрыгивания, запрыгивания через барьеры и различных отталкиваний, чтобы тяжелую именно силовую тренировку заканчивать скоростными и быстрыми движениями. то есть как-то так. Можете ли вы, да, вот, не знаю, там, делать беговые работы, да, как это говорится, на фоне усталости, да, на фоне, вот, после тяжелых каких-то именно физических нагрузок, да, то есть штанги, там, не знаю, пыжковых работ, можете ли вы делать беговые работы или все равно, все равно есть какая-то пауза, какая-то быть, каким-то образом там снижается? Обычно просто тренировки так выстраиваются, что у тебя условно есть там, ну, если мы берем, во-первых, межсезонье, подготовительный период, то скоростные работы там не с самой высокой интенсивностью, то есть там в приоритете больше стоит какой-то объем, нежели интенсивность, поэтому ты и на некой усталости можешь что-то выполнять, во-вторых, весь план строится таким образом, что там условно две недели у тебя идут тренировки и следующая неделя восстановительная, то есть и в любом случае там, ну, наверное, основные тренировки скоростные выполняются в первой части вот этого двухнедельного цикла и неделя отдыха тебе как раз дает, так сказать, восполнить силу и перейти к следующему этапу, то есть именно правильное планирование и распорядок делает так, что как можно меньше тренировок именно специальных, которые важны, ты будешь делать на усталость, их почти нету, то есть, как правило, если это конец недели, это какие-то там темповые тренировки уже такого восстановительного характера больше, либо на там выносливость. Все просто зависит от периода подготовки, опять же, как Артем сказал, когда ты выходишь уже бегать там на сто процентов на тренировки, ты в принципе тебе нет смысла выходить на следующую тренировку, когда ты не восстановился, потому что ты просто не сможешь сделать ее качественно, поэтому тут именно в специальном, да, уже в соревновательном периоде, конечно, играет очень роль восстановление, а если же мы опять говорим про подготовительный период, там, конечно, приходится выходить уже на усталости, ну, какой-то, когда у тебя там все болит, особенно, когда вторая неделя уже подходит к концу, там, конечно, уже вот этот кросс монотонный четыре километра ты бежишь, и вот прям тебе тяжело, поэтому. Про восстановление давайте немножко поговорим, у вас даже был там выпуск на канале, на канале Артем записывал про восстановление, на нашем используем, вот, как вы восстанавливаетесь, отдыхаете, разгружаете мышцы, что это в первую очередь, это массаж, это вот именно девайсы и самомассаж какой-то, да, или вот эти вот роллы, да, или там, не знаю, банальная баня, там, вот. Да, пользуемся всем, на самом деле, ну, самое главное, это качественный сон, просто и питание, как говорится, база, да, сначала база, потом уже вот эти все девайсы, бады, массажи и все-все-все. Нет, на третье место, конечно, после, наверное, питания и сна я бы поставила хорошего массажиста, который с тобой может работать всегда, знает твои там слабые, слабые места, с которыми нужно работать, да, чтобы какие-то травмы, например, отодвинуть хотя бы или вообще, убрать, вот, с этим у нас, конечно, проблема сейчас, вот, а все остальное по мере возможностей всегда стараемся использовать. А вот, если говорить о массаже, то с какой частотой примерно нужно обращаться к массажисту? Это какая-то регулярная история, да, там, как вот тренировочный процесс, что там в конце недели ты идешь к массажисту, допустим, или это... Всех по-разному, я думаю. От ощущений. Индивидуально, на самом деле, все индивидуально. В нашем случае... Мы можем два месяца без массажа пробыть, ну да, это не есть хорошо, конечно, но это опять же, исходя из возможностей, не нашли мы, к сожалению, того еще специалиста, именно массажиста, которого бы хотели видеть, как это рядом, есть у нас человек, но он пока что далеко находится. В идеале, когда у нас там все складывалось хорошо, массажист был, ну можно сказать, постоянно с нами, он просто был у нас, на тех сборах, на которых мы были, и это, конечно, хорошо, когда ты ежедневно можешь прийти, какие-то вещи изменить, раз даже в неделю. И который понимает, что нужно делать, а не просто там тебя. В идеале массажисту, наверное, не стоит ходить там, не знаю, постоянно, просто нужно, ну опять же, индивидуально все, кто-то ходит после каждой тяжелой тренировки, а кто-то просто наблюдается с некопериодичностью, человек смотрит за спортсменом, видит, что ну вроде все нормально, не надо его там лишний раз мять. Да, все опять же, сходится к индивидуальности. А вот то, что касается использования различных девайсов, там, я не знаю, там смотрите видео, там как-то изучаете вот эти вот техники массажа или консультируетесь там с тренером, с врачами либо с теми же массажистами, может быть? У нас очень мало хороших массажистов, с которыми можно прям проконсультироваться в плане каких-то проработок мест, то есть у нас в основном все просто разгладить там мышцы, а иногда нужно поработать поглубже немножко, поэтому тут с кем-то не нашли еще мы такого человека, с кем бы можно было прям всегда вот работать на постоянной основе. Ну, касательно там террогана, компрессионных штанов, это все как бы там особо-то и смотреть ничего надо, ты включаешь и делаешь их, Больше как само массаж работает. Да, терроган также кто-то использует это во время разминки, кто-то использует это как массажер уже непосредственно там после тренировок, то есть там, ну, я не могу сказать, что там нечего смотреть, ну да, есть какие-то кучи, сейчас в интернете абсолютно много всего, что можно посмотреть, и каждый тебя научит, как на валике надо кататься, и как терроган. сам как-то находишься, опять же, возможно, методом проб и ошибок, что тебе заходит лучше. Вот я сейчас пришел к тому, что, допустим, на разминке я стараюсь терроганом тем же, допустим, не пользоваться, потому что использую его больше как уже посттренировочный, да, когда ты там восстанавливаешь, ну то есть как-то так. До, может быть, ролл, там еще что-нибудь? Да, ну, когда как, на самом деле, часто разминка такая импровизационная, потому что, опять же, в зависимости, к чему разминка, все же от этого строят, смотря, что ты будешь делать, там, это штанга беговая или специальная, или барьерная, то есть все исходит от этого, нет какой-то одного формата разминки. Нет, ну, у нас всегда в разминке присутствует маленький мяч для прокатывания стопа, это всегда он есть, то есть и утром, и на тренировке, и различные просто, ну, резинки, да, вот для растяжки, не знаю, как они называются, просто там ноги растянут, задние, вот, это все-таки, наверное, всегда у нас присутствует, а все остальное уже по мере тренировок, обычно просто динамическая разминка хорошо тебя подготовит к тренировке, к основной. Ну, вот опять же, да, если говорить о каких-то таких заблуждениях и стереотипах, многим кажется, что бег – это исключительно сильные ноги, да, вот, как бы вы такое заблуждение развеяли, почему бы не нужно там хороший, сильный кор? Мне кажется, это логично, как ты можешь бежать быстро, если у тебя не работают руки. В беге просто, в беге работают абсолютно все мышцы, поэтому спортсмен, который хочет бежать быстро, эффективно, он должен быть развит многосторонне, как технически, так и физически, поэтому тут как бы нужно развивать все, кому-то, возможно, какой-то аспект чуть больше, кому-то какой-то чуть меньше, но как бы все должно быть гармония, не только сильные ноги. Да. А вот как могут сильные руки помочь спортсменам? А как без сильных рук? Опять же, сильные руки, что ты подразумеваешь под сильными руками? Эффективные, наверное, нужно, чтобы все было эффективным. сильные руки, в плане того, что они должны быть выносливые и уметь подстраиваться под работу твоих ног. То есть, если у тебя руки работают медленно, как ноги смогут работать быстро? Ну, если логично подумать. Это уже больше техническая оставляющая взаимосвязи между, если мы берем спринт, взаимосвязь. Очень многие люди, вот как раз у них есть проблема с руками, что они начинают плыть, так скажем, выразиться, вот руками тянутся очень сильно и начинают просто терять время на каждом шаге. А вот в какой степени вообще вот небеговые работы можно назвать страховкой о травмах? То есть, насколько эти истории помогают избежать травм? Ты никогда не знаешь, кто что у тебя в этом году будет. Нет, в любом случае, как сказать, лучше подготовленная мышца, с которой ты занимаешься, в этом зале, с группой мышц будет более адаптирована просто к той нагрузке, которую ты пойдешь выполнять во время спринтерской тренировки. То есть, когда ты бежишь в условный спринт, у нас там в определенных фазах нагрузка на определенную группу мышц очень колоссальная. В разгоне это ахилла, там сухожилия, нижняя часть, потом воздействие на задние мышцы бедра очень сильно, поэтому элементарно она должна быть адаптирована и адаптирована лучше в том режиме, в котором она непосредственно будет работать на соревнованиях. Как раз таки во время подготовки к сезону ты этим и занимаешься, делаешь специальные различные упражнения в зале, вспомогающие, так сказать, которые адаптируют твои мышцы. Это хороший пример, мне кажется, допустим, вот прыгуны тройны, у них там, ну, есть какие-то исследования, во время приземления у них там нагрузка на все тело, не знаю, как правильно назвать, чуть ли там свыше, там очень-очень много тонн, и во время там, может, видел, какую они штангу делают иногда, просто сумасшедшую, вставание там по 400 килограмм, элементарно для того, чтобы организм был адаптирован к той нагрузке, которую она будет испытывать во время соревнований. И так как бы совсем работает. Просто травмы бывают иногда, как сказать, которых ты не ждешь. Травмы тоже разные, да, бывают, ты можешь с лестницы в разминку спускаться, и, да. Причем у Артема это каждый год где-то, в различных упражнениях он мог ходить барьеры, просто ходить и подвернуть ногу, да, то есть, как в том году. В этом году он просто провалился в какую-то яму, опять под ворот, да, или там, К таким травмам ты никак не адаптируешься. Ну да, то есть, или там, в прошлом году у меня случился стресс-перелом, к которому я вообще в жизни никогда не знала, что это вообще такое стресс-перелом. Потом как-то увидела, что у какой-то шестовички был стресс-перелом копчика, и думаешь, ничего себе, то есть, ну, ты можешь ждать вообще неоткуда, так скажем. Не могу не спросить, видите ли вы себя в будущем вообще на тренерской работе? вот я думаю, я точно, наверное, буду связывать себя с этой сферой. Вопрос, в каком формате, опять же, мне не очень нравится там формат тренера в нынешних реалиях у нас, да, это очень такой своеобразный, но то, что в этой сфере, наверное, но я останусь нужна на это точно, просто мы в этой сфере хорошо разбираемся, мы имеем там колоссальный опыт и грех как бы этим не воспользоваться и не продолжать как бы развиваться и не передавать свои знания кому-то еще и плюс как бы мне это очень интересно и самое интересное как как бы тренерская работа ведь очень такая, как сказать, творческая, мне кажется, творческая очень, потому что ты с каждым человеком работаешь абсолютно по-разному и в этом есть как бы очень огромный интерес как определенные там методики, нагрузки и прочее воздействуют на того или иного человека, поэтому очень интересный этот опыт в будущем, попробовать, испытать. У тебя какие-то взгляды? Я полностью согласна в том плане, что нужно заниматься тем, в чем ты разбираешься и свои знания давать людям, которые действительно в этом нуждаются. Опять же, нынешние реалии вообще наша легкая атлетика в... Не буду я говорить. Я просто в целом, да, конечно, я сто процентов буду работать в спортивной сфере. Я думаю, что первое, с чем я буду работать, это дети. Сто процентов. Ну вот. А дальше уже как пойдет. Опять же, в каком ключе, да, где пока не могу сказать. Я об этом в ближайший год точно еще пока не думаю. Вот какие методы вам кажутся наиболее продуктивными для развития тренерских скиллов? Это вот как это там собственный опыт, это общение там с коллегами, с тренером или там чтение какой-то литературы, то есть вот... Все вместе. Совокупность, да, я думаю, чтение литературы и обмен опытом с людьми, которые добились в этой сфере наибольшего, как говорится, успеха, чего вот у нас сейчас, мне кажется, вообще нет взаимодействия там с иностранными какими-то людьми, специалистами. Это очень важно. Ну, элементарно, если ты хочешь разобраться в какой-то сфере и приди к человеку, который в ней очень как бы крут. Просто, да, у нас люди не очень привыкли чем-то делиться, да, рассказывать что-то, вот прям показывать. В принципе, такие спортсмены все достаточно закрыты, да, особенно там собрать там каких-то таких прям очень высокого уровня, да, то есть вообще очень тяжело что-то узнать у них. Вот. И этого, конечно, наверное, не хватает все-таки передача опыта именно. Не вот старой школы, да, которая у нас есть, которая совершенно другая, а вот именно чего-то нового хочется. Было бы, наверное, здорово поехать куда-нибудь за границу, да, в какой-нибудь, как в клубной же у них там система, поработать, например, с каким-то тренером, вообще посмотреть, как люди в других странах тренируются, то есть мне кажется, это очень интересно и имело бы очень такой хороший опыт для будущего. типа стажировки. Да, почему нет? То есть так же здорово бы, если у нас какие-то молодые тренеры, да, приходили и, не знаю, там, общались друг с другом, там, комьюнити бы было, я не знаю, ну, то есть делились бы опытом там каким-то и все остальное. У нас, к сожалению, такого нет. Все всегда стараются как-то там, чтобы никто ничего не видел, как мы там тренируемся, даже у нас тренер, но он такой вот. Но все всегда стараются там вскрыть друг от друга что-то, не показывать, чтобы не видели, и я вообще спокойно к этому отношусь. То есть если ко мне кто-то подойдет и спросит, я всегда там готова что-то рассказать, показать, но я вот, например, не люблю, когда мне в Инстаграме пишут какие-то незнакомые люди слушай, привет, а расскажи, что мне там нужно сделать, а как это делать, а как вот так правильно, а ты можешь мне подсказать. То есть для меня это непонятно. То есть там человек даже не спрашивает, слушай, Кристина, ты могла бы мне помочь там, не знаю, таким-то советом, да? А то есть вот прям напрямую так пишут и считают, что я должна там тратить свое время, писать им, расписывать и говорить, что делать. То есть у меня вот есть телекрам-канал, что считаю нужным, туда я выкладываю. Вот, поэтому вот это я не очень понимаю, когда вот люди прям ты должен. А тебе, Артем, написали это самое с просьбой посоветовать что-нибудь? Ну, если это какие-то знакомые люди, может быть. Часто я просто не отвечаю многим, потому что были печальные опыты, ну, блин, всем не ответишь, и кто-то пишет, с кем-то общаюсь, кому-то что-то советую, если человек спрашивает. Разные просто бывают подходы людей, как они пишут и как они спрашивают. Ты всегда думаешь, блин, ничего себе, мы с тобой вообще даже не знакомы, потому что ты там со мной на «ты» общаешься. Ну, то есть, опять же. Любители, там, профессиональный и любительский спорт это такие две разные сферы, но, тем не менее, вот тоже беговое сообщество, да, пытается как-то вот любителям, наконец, привить любовь к спринту, да, и они начали проводить там соревнования скорость, там есть забеги на 60 метров, там есть забеги на 200 метров. Допускаете ли вы мысли как-то пробежать такие соревнования, недавно с Артёмом рассуждали на тему, почему все бегают в марафон, почему никому не хочется побегать в спринт, это же очень, ну, интересно, красиво, почему человеку не хочется пробежать быстро какой-то короткий отрезок времени, и я думаю, что в какой-то степени, наверное, это, опять же, вот как устраивают марафоны, да, то есть, это какой-то праздник для людей, они там все собираются, для них это здорово, они там, главное, добежать, там медальку получить, да, никто не обращает внимания на времени, вот, возможно, если бы в будущем это как-то развивали, да, я бы, наверное, хотела, в принципе, в этом участвовать, просто там, не знаю, даже как гость приглашённый, как организатор или помощник, что-то такое, то есть, мне кажется, это очень интересно, я вижу, например, вообще там, знаете, совмещение марафона со спринтом, грубо говоря, когда там перед марафоном какой-нибудь топовый спортсмен там показывает всем какую-нибудь разминку, да, там все собираются, и, в принципе, там комьюнити марафонская, да, и вроде как профессиональные спортсмены участвуют и обмениваются опытом, мне кажется, это очень было бы здорово и прикольно. Большое вам спасибо, большое спасибо, что пришли, большое спасибо, что рассказали, у нас в гостях, это был RunFuck подкаст, у нас в гостях были Артём и Кристина Макаренко, цвет нашего российского спринта, вот, обязательно подписывайтесь на соцсети ребят, все ссылки будут в описании, подписывайтесь на влоги, может быть, это заставит Артёма делать их более регулярно. У меня, кстати, закрытый телеграм-канал теперь, поэтому на него нельзя подписаться. Кто успел, тот успел. Какая досада, я успел. Ну, ладно, может быть, может быть, Кристина его со временем откроет, если вот не будет таких дурацких вопросов, о которых она сегодня сказала. Вот, большое вам спасибо, что пришли, удачи в этом сезоне. Спасибо большое, что пригласили. новых достижений, новых побед. Спасибо. Будем за вас болеть. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова